Ожидания на самом деле большие, потому что это первое заседание нового созыва, в котором впервые в истории законодательного собрания работают 40 депутатов. Как я уже, будучи одним из авторов инициативы сокращения числа депутатов в законодательном собрании, говорил, выборы будут более конкурентные, они реально были конкурентны. Очень многие активные депутаты городской думы, представители оппозиции прошли в законодательное собрание. Очень многие опытные политики проиграли новым политикам, поэтому созыв будет дискуссионный точно, созыв будет интересный однозначно. Надежды, ну, слушайте, самое главное, что все здесь собрались для того, чтобы решать проблемы жителей Кировской области вне зависимости от политической принадлежности. Поэтому, я думаю, эти задачи будут выполнены. Роман Александрович Береснева знаю давным-давно. С 1998 года он был одним из моих преподавателей в Институте муниципального государственного управления. И путь, который он прошел, прошел у меня на глазах. Опытный человек, но при всем при этом молодой человек, который уверен справиться со всеми задачами, которые мы на него возлагаем. И он показывает умение вести дискуссии и слышать всех. Это хорошо, это то, что нам надо в законодательном собрании. Как я сказал, Роман Александрович, я с ним знаком уже достаточно давно. За это время, за лет 5-6 нашего общения, я понял, что это, в принципе, активный очень человек, с активной жизненной позицией, грамотный руководитель, грамотный юрист. Поэтому я очень надеюсь, что под его руководством законодательное собрание 7-го созыва будет более активно работать, так скажем, на пользу жителей Кировской области. Я знаю Романа Александровича уже давно, потому что уже сам 10 лет работаю депутатом 5-6 созыва. Он поработал на разных должностях, федеральным инспектором и главой сельского поселения, и замгубернатора. Я работал руководителем Федерации профсоюза, очень компетентный, очень грамотный и коммуникабельный главный человек, потому что ЗАГС Собрания – это команда. Вот представитель обязан сплотить, неважно, какие фракции, какие депутаты здесь работают, одномодатники, а не самодвиженцы или от партии. Председатель обязан сплотить. Мне очень импонирует, что новый состав достаточно разнообразен по нашей профессиональной деятельности, по нашему опыту, по нашему опыту общественной и политической деятельности. Есть абсолютные новички, есть аксакалы, есть с большим очень опытом именно дискуссии и решения спорных вопросов. Я думаю, что когда вот такой разнородный коллектив нам получится вместе с председателем объединить, это будет на благо наших избирателей. И действительно, те нормативные документы, которые мы примем, они будут выверены и будут рабочие. Роман Александрович – это опытный управленец, он прошел разные ступени власти, он умеет выстраивать коммуникации с людьми, он готов на диалог. И в то же время он готов достаточно жестко принимать решения. Мы сегодня видим уже это в ходе ведения им заседания. Я думаю, что у нас с ним получится хорошая команда, позиция мягкой силы, которой придерживаться наша общественная организация, будет ему в помощь. И вместе у нас все получится. Хотел поблагодарить сначала всех депутатов, которые сегодня приняли участие в заседании законодательного собрания. Мы начали оперативно работать. Этого сегодня требует момент, требуется принятие важных решений, в том числе и в отношении бюджета Кировской области. И с тем, чтобы не затягивать эти вопросы, я думаю, что совсем немного прошло с момента завершения избирательной кампании, мы собрались уже на первое заседание. Это важно. Я думаю, что мы также оперативно отработаем начало следующей недели и сформируем все рабочие органы законодательного собрания. Опять же, для того, чтобы в полноценном режиме начать уже нашу непосредственно текущую, но очень важную законопроектную работу. Поэтому впечатление самое позитивное. Но ответственность я действительно почувствовал. Кресло немножко как-то так, да, вот накладывает определенные дополнительные ограничения и такую серьезную ответственность. Я очень надеюсь, что справлюсь с порученной задачей. В прошлом созыве было три заместителя председателя законодательного собрания. Поэтому на первое заседание, которое мы уже будем в полноценном режиме работать, когда все комитеты начнут работать, я предлагаю вот внести такую поправку, такое изменение в наш законодательный акт о законодательном собрании Кировской области, как раз по изменению числа заместителей председателя законодательного собрания с тем, чтобы, ну, считаю, что достаточно двух заместителей для полноценной работы этого органа.